Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня коротенькое видео, наверное. Жизнь у нас такая, что не соскучишься сейчас. И сегодня утром рано я проснулся. Думаю, дай посмотрю, что там у нас с долларами. Курс рубля к доллару. И посмотрите, какой график я увидел. И вот, внезапно курс доллара к рублю упал. Он практически устаканился накануне вечером. И я лег спать. 100 ровно и 5 было. Ровно, смотрите, ровно в 22 часа 10 минут доллар резко начал падать к рублю. То есть рубль укрепляться. Я в это время уже, в общем-то, не наблюдал за этим делом. И спокойно спал. Вот утром проснулся, скинул скриншот в чаты свои. Говорю, что случилось, кто знает. И вот, что мне ответили люди. Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Президент России подписал указ об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам и контрактам. Согласно документу, вводятся три основных нововведения. Первое. Сроком на 6 месяцев. Могут и продлить. Для отдельных компаний вводится обязательно репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок. Второе. Вводится обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Банк России и Росфинмониторинге индикативных планов графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Третье. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. В указе президента определены конкретные перечения экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Основная цель данных мер – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможности для валютных спекуляций, рассчитываем, что вводимые обязательства продажи валютной выручки не станет обременительной для добросовестных участников рынка, прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как к этому относиться и чего ждать? На самом деле, насколько я понимаю, сейчас валютный курс рубля падает в связи с последними событиями, и, соответственно, это неминуемо должно привести к росту цен, как раз накануне выборов. И понятно, что это не лучшим образом отразится на рейтинге президента Путина, действующего, и будет он или нет, неизвестно баллотироваться, не факт, что будет. Но, тем не менее, цель власти, естественно, не допустить роста цен с одной стороны, но с другой стороны надо финансировать военную операцию. Поэтому на двух стульях надо усидеть как-то. К чему это все приведет? Уже привело, вы видите, к резкому укреплению рубля. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо, потому что, может быть, рост цен будет не таким сильным, хотя он будет... Вот тут же я прочитал еще одно сообщение, что рост цен на газ, короче говоря, прогнозируется небывалый на 11% для населения. То есть уже, ну, это планируется где-то там сразу после президентских выборов. Вот. К чему приведет вот эта вот обязательно продажа валютной выручки? Ну, с одной стороны, это хорошо, они будут обязательно продавать, но с другой стороны, во-первых... Значит, еще раз хочу вернуться к тому же сообщению, получаемый отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Кто будет определять вот этих отдельных экспортеров? Ну, вопрос. Ручное управление кто? Вот. Кому-то можно, кому-то нельзя. И будет решать главный. Ручное управление в чистом виде. Есть компании, которые занимаются, ну, там, через эти компании, там, какими-то хитрыми путями, там, так сказать, осуществляется параллельно вот этот вот самый импорт. Но я уж не знаю, как они будут выворачиваться с параллельным импортом, без него, так сказать, совсем загнемся. Вот. Поэтому не знаю, как это отразится, но отразится не сразу, наверное, а может и сразу. Посмотрим. Вот. На курсе доллара, как вы понимаете, отразилось сразу. Тот график, который я приводил первым, это курс, это фьючерс доллара к рублю. В это время, в 10 часов, уже не торговался, естественно, Yosderup Tomorrow. Он заканчивается во сколько там? Ну, в 16.10 уже закончился. Вот. И на открытии торгов ожидаемо, естественно, Yosderup Tomorrow, то есть это вот уже сама валюта, это не фьючерс, упал ожидаемо до 97. Что меня удивляет? Вот эта вот цифра 97, ровно до 97. Ну, значит, это вот управляемый курс, значит, железной рукой Эльвира Сахибзатовна. Больше никак это не объяснить. Ну, то есть договорились, что давайте уроним до 97. Для этого, значит, накануне было совещание, но не накануне, а уже месяц назад, наверное, принималось решение, когда доллар скакнул за 100. Они созвали совещание и говорят, ну, мы не хотим вводить обязательную продажу валютной выручки, но давайте уже вы сами добровольно будете продавать. Ну, все сказали, да-да-да, но добровольно не стали. Не стали добровольно, будут принудительно. Как бы так. Посмотрим, что будет дальше. Мы будем следить за развитием событий. У меня по-прежнему 50% в рублевых активах, 50% в других, там, в золоте и валюте, вот, даже больше 50, наверное, ну, в золоте и валюте, потому что 50% это валютные активы. Вот, поэтому на моих сбережениях это не отразилось, в общем-то, никак, абсолютно. Вот, ну, а следить надо, естественно. Если вы помогаете своим каким-то родственникам за рубежом, которые находятся, ну, там, студенты, значит, которые учатся за рубежом или кто-то еще, то, в общем, мне кажется, сейчас хороший момент будет завтра, сегодня и завтра, наверное, для того, чтобы отправить им денежку, если захотите. Вот, в принципе, я могу в этом помочь, кажется. Посмотрим, если не заблокировали и переводы за рубеж, вот, в ближние страны. Что еще, так сказать, как бы надо о чем думать при этом, ну, может быть, стоит купить доллары, пока есть хороший момент, если вы планируете, ну, какие-то зарубежные поездки или еще куда-то, вот. Ну, а так, в общем, не знаю. У меня и так все уже куплено выше крыши, вот, и поэтому здесь для меня, в общем, я не буду никаких резких движений особо делать, потому что и не надо их делать. 50% там, 50% там. Доллар упал, значит, вырос рубль. Раз рубль, значит, доллар упал там, ну, и так далее. Вот, поэтому надо, в любом случае, с деньгами лучше, чем без денег, это точно совершенно, поэтому, люди, имейте деньги, инвестируйте, сохраняйте денежки на будущее, потому что будущее ничего светлого нам не светит, в смысле цен, в смысле доходов, в смысле повышения уровня благосостояния, ну, если только вы не работаете на вот эту специальную военную операцию, то есть вы в ней не участвуете и не работаете в оборонке. Для вас времена будут не самые лучшие, поэтому лучше все-таки запасаться денежками, потому что в любом варианте с денежками лучше, чем без денежек. А как хранить деньги, я рассказываю на своем канале по инвестициям. Поэтому подпишитесь на него, сейчас лайк, подписка, и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Демитков Юрий.